Добрый вечер. Эфир Акиарской студии телерадиовещания продолжает информационный выпуск новостей. В студии с вами Гузель Нарбутина. Смотрите сегодня выпуски. В связи с трагедией, которая произошла в Санкт-Петербурге, в школах района начались мероприятия антитеррористической направленности. Территориальная трехсторонняя комиссия обсудила вопросы легализации трудовых отношений. Начался призыв весна 2017. Об этом и не только прямо сейчас. В связи с трагедией, которая произошла 3 апреля в Санкт-Петербурге, в школах района начались мероприятия антитеррористической направленности. Учреждение образования активно реализует план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма. Директор первой школы Акиара Айбулат Юнусов отметил, что целью подобных мероприятий, прежде всего, является формирование у детей и подростков активной гражданской позиции. Неприятие идеологии терроризма и экстремизма и привлечение детей и подростков к практической деятельности по профилактике терроризма и экстремизма. В выступлениях было отмечено, что сегодня необходимы комплексные мероприятия по формированию правовой культуры в молодежной среде. Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям вне зависимости от их национальности и религии. В связи с такими экстренными событиями, 6-7 апреля у нас в школе запланированы разные мероприятия под общей темой «Мы против терроризма». Это связано с тем, что на днях 3 апреля произошло трагическое событие в городе Санкт-Петербург. Такие события страшные не должны проходить бесследно, в том числе и для нас, людей, проживающих в глубинке. Мы, как педагоги, хотели бы, чтобы наши дети знали о той страшной угрозе, которая существует в сегодняшнем мире, чтобы быть очень бдительными, осторожными. Об этой проблеме нужно говорить, чтобы воспитывать в подрастающем поколении неприятие этого явления. Я регулярно смотрю новости, и говорили, что случился еще один теракт по терроризму. Для меня это даже ужасающе такое, что в душе у меня как-то все переворачивается, когда услышу это слово. И я не знаю, это очень страшно. В администрации района состоялось очередное заседание территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В ходе встречи была прослушана информация об итогах исполнения сторонами социального партнерства обязательств территориального трехстороннего соглашения между объединением организации профсоюзов, работодателей и администрацией района. В территориальном соглашении имеется 12 разделов. Всего обязательств 232, в том числе совместных всех сторон, всех трех сторон 49 обязательств, органов местного самоуправления 35 обязательств, работодателей 75, профсоюзов 26, всего обязательств объединения работодателей совместно с профсоюзами 16 и профсоюзов совместно с органами местного самоуправления 6 обязательств. Обязательство. Территориальное соглашение распространяется на работников, профсоюзной организации которого входит в территориальное объединение организаций профсоюзов, а также на членов территориального объединения работодателей, принимавших участие в разработке и заключении территориального соглашения и присоединившихся к нему впоследствии работодателей. Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей НИАСР Скулов проинформировал о состоянии, перспективах развития детского отдыха и оздоровления в муниципальном районе. С анализом выполнения плана диспансеризации определенных групп взрослого населения по итогам 2016 года выступила врач Акиарской центральной районной больницы Рамиля Шарипова. Также в ходе встречи была представлена информация о выполнении в прошлом году республиканской адресной инвестиционной программы. Начальник отдела экономического развития и инвестиционной деятельности Наиба Искаров и ведущий специалист-эксперт территориального отдела Министерства труда Республики Пашкортустан по городу Сибаев-Хайбульнском районе Зульфия Избаева довели для присутствующих информацию о проведенной работе и планах дальнейшей работы по легализации трудовых отношений. Начался призыв «Весна-2017». Этой весной ряды Вооруженных сил Российской Федерации пополнятся на несколько тысяч новобранцев. Об организации и проведении призыва на территории нашего района, о порядке отбора граждан на военную службу вам расскажет наш корреспондент. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве юношей в ряды российской армии. Весенний призыв России 2017 года стартовал 1 апреля. Продлится он до 15 июля и в этот срок в армию должны призвать более 142 тысяч человек. С нашего района 146 призывников. По весне 2017 года состоялись подготовительные и организационные мероприятия, касающиеся призыва. Состоялась первая призывная комиссия и в нашем районе. Весной и летом нынешнего года в районе будут призваны молодые ребята, сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот, железнодорожные, космические войска, войска МЧС и МВД. Товарищ члены зазонкомиссии призывания, боевый панаймур Альфирович, зазонкомиссию прибыл. Работаем, учимся? Учимся, заканчиваю. Уфинский мотива. Последний курс, да? Да, последний. Очень хорошо. Хотелось бы сразу. Есть желание служить? Конечно. Молодой человек обязан первый раз явиться в военкомат, когда ему исполняется 17 лет. Он проходит медкомиссию, и те, у кого выявляются какие-либо медицинские патологии или проблемы, направляются на обследование, долечивание или оздоровление. А военкомат весь год контролирует, как это происходит. Прошло довольно-таки сумбурно. Народа очень много, но все равно. Уложились за два часа, прошли быстро. Мне хотелось бы служить в морской пехоте, либо в десантно-штурмовом батальоне. Когда призывнику исполняется 18 лет, он снова проходит медкомиссию, где делается анализ его физического состояния. Такая система позволила существенно повысить степень годности призывников. По итогу призывной комиссии призван категорией А. Хотелось бы выразить огромную благодарность спортшколе ДСШ, именно то, что воспитали во мне спортсмена. И, безусловно, это помогло мне, как и в учебе, как и сейчас на призывной комиссии. Ну и надеюсь попасть в лучшие войска. Военкоматы следят за здоровьем призывников с момента их постановки на первоначальный воинский учет. В свою очередь, медицинскому персоналу и призывным комиссиям поставлена задача осуществлять медицинский осмотр более углубленно. Я попадаю под категорию А. И меня хотят отправить как в элитные войска. Ну, конечно, я там, туда, конечно, хочу тоже служить в хороших войсках. И по контракту хочу остаться, и за это рвусь туда, в армию. В родину защищать в дальнейшем. С чего начинается армия? Конечно, с повестки военкомат. И каждый юноша с детства знает, что он будет служить в армии. Более сознательные ребята готовятся к военной службе. Занимаются спортом, избавляются от вредных привычек, стараются получить специальность. Тасян Байгожина, Альберт Узбеков, Ильнур Крымбожин, Ильган Хусаинов. Служба новостей. В Акере прошел семинар для опекунов и приемных родителей. В нем приняли участие около 80 родителей. В повестку дня были включены вопросы, касающиеся воспитания и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Семинар был организован отделом опеки и попечительства с целью мотивации действующих опекунов и приемных родителей на активную жизненную позицию в плане посещения спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых мероприятий. Целью семинара также является повышение профессиональной компетентности замещающих родителей в области педагогики, психологии, основ медицинских знаний. На встрече также были рассмотрены нормативно-правовые основы деятельности замещающих семей, психофизические особенности воспитанников. Понятно, что это наши общие проблемы. Но вместе с тем, хочу сказать, что у нас очень много достижений. Не все так плохо у нас. Проблема появилась, сегодня обсудили. Обсудили почему? Потому что мы вас не так часто собираем. Еще раз повторяюсь, если у вас есть какие-то проблемы, приезжайте. Мы выезжаем, мы всегда согласны выехать вместе, будем какие-то проблемы решать. Но вместе с тем, всем, как всегда, спасибо. В ваших семьях наши дети живут комфортно. В большинстве своем, я вот, например, мы очень много проблем в семье выезжаем. Среди наших опекунов, слава богу, таких семей нет. Все дети живут, все условия для них созданы. Комнаты свои есть, спальними стоят. Все, в принципе, все хорошо. Представители органов опеки и попечительства района представили информацию, касающуюся жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Рассказали о необходимости своевременно понимать вопрос о включении подопечных, достигших 14-летнего возраста в список лиц, нуждающихся в обеспечении жильем, и нести полную ответственность за сохранность жилья, имущества и земли, имеющейся в собственности у подопечных. С момента установления опеки, создания приемной семьи на пекунов, возлагается полная ответственность за обеспечение защиты имущественного права несовершеннолетних подопечных. В частности, необходимо сделать акцент об ответственности пекунов за сохранность при наличии у них подопечных, загребленных, живых помещений. То есть, живых помещений, которые остались у детей от родителей. Либо, если имеется там доля несовершеннолетних, не имеет значения, какая это доля, одна, вторая, пятая, десятая, или если даже есть пункт постановления об опеке о закреплении жилого помещения, значит, у него есть имущество. И вы должны за ним следить. Вы должны нести ответственность за сохранность этого имущества. Это не только оплата коммунальных услуг, но и следить за тем, чтобы оно не пришло в аварийное состояние, смотреть за всеми системами коммуникаций и так далее. Это под вашу ответственность. Встреча прошла в теплой и дружеской обстановке. Опекуны, попечители и приемные родители выразили благодарность организаторам за проведение семинара, где они получили необходимую информацию по интересующим их вопросам. 1 апреля считается Международным днем птиц. И целью пополнить свои знания в области биологии и знаний родного края был проведен открытый урок для школьников первых и вторых школ села Экьяр в районном краеведческом музее. Продолжение темы в следующем материале. 2017 год объявлен в России годом экологии. Ибо бережное отношение к окружающей среде, к природе, должно быть нормой для каждого гражданина нашей страны. Вследствие чего идет усиленная пропаганда природосбережения. На открытый урок представители районного краеведческого музея пригласили школьников. В связи с минувшим Международным днем птиц занятия посвятили птицам нашего края. На Земле существует свыше 8600 видов птиц. А ученые до сих пор открывают новые неизвестные прежде виды. Птицы играют ведущую роль в экосистемах, в регуляции численности грызунов и насекомых, являются залогом благополучия регионы. Провела урок Гульсасак Нигматулина. На открытом уроке игре птицы нашего края приняли также участие учитель 2-й школы Рамиль Акилов и методист управления культуры Фаниса Кувандыкова. Учащиеся разделились на две команды, искали ответы на вопросы экологической викторины. Школьники отмечали, что забота о братьях наших меньших все это свидетельство дружбы с природой. Сегодня на уроке биологии мы пришли в краеведческий музей. Нам очень понравилось, были разные игры. Мы разделились на две команды, и нам ведущий задавал вопрос. Мы отвечали очень хорошо. Уроки были рассчитаны на углубление знаний детей о природе, полученных в рамках школьной программы. Стены класса заменяет экспозиция краеведческого музея, место школьных принадлежностей, макеты птиц, фотографии и фильма о природе. В ходе интерактивного занятия школьники дополнили свои знания. И узнали, какую важную роль играют птицы в жизни человека. Лясян Байгожина, Альберт Узбеков, Ильгам Хусаинов, Ильнур Крымгожин. Служба новостей. 5 апреля в стенах ДОСАВ прошла встреча военных друзей и боевых товарищей. По поводу 55-летнего юбилея заместителя председателя местного отделения ДОСАВ по учебно-воспитательной работе, председателя Совета ветеранов Афганистана по Хайбульнскому району, одного из самых активных общественников нашего района Салавата Юдажбаева. Продолжение темы в следующем материале. Старые друзья встретились поздравить юбиляр с днем рождения. Пришли друзья и коллеги по совету ветеранов. Накануне праздничного дня юбиляра Салават Юдажбаева поздравили и от имени глава администрации муниципального района. В этот праздничный для вас и вашей семьи день и всем желаю вам, уважаемым Салават Юдажевичем, ваших близких крепкого здоровья, семейного благополучия, исполнения ваших надежд и желаний мира, добра и дальнейшего успеха в труде. С уважением, благородный администрации муниципального района, и ваших благих. Азамат Мансурович отметил также его непростой трудовой и жизненный путь. В свою очередь, председатель Совета ветеранов воздушно-десантных войск Руслан Курбанов рассказал об активном участии Салавата Кенегалеевича в деятельности ветеранской организации. Решили его от своего имя, от общественной организации, от райсовет, потом редакции. Все людям показать то, что Салават Кенегалеевич достойный человек, более 25 лет ведет общественную работу, выступает во всех школах, в колледжах бывает, проводит все мероприятия, которые проходят в районе. Также выступил с поздравлением председатель Хайбульнской районной организации ДОСАВ Фаэль Илдашпаев. Уважаемый человек в коллективе, я считаю, свое место он нашел. Вот это было, так вот, продолжал, чтобы все было нормально, ровно. Семье, чтобы всегда все было хорошо. Самое главное, здоровое, чтобы было. Похожий жизненный путь, объединивший когда-то людей, собравшихся в этом зале, впоследствии переросло в крепкую мужскую дружбу. Встреча друзей длилась несколько часов, говорили о жизни, о нелегком прошлом, но все разговоры, такие или иначе, сводились к теме праздника и поздравления. Ляйсан Байгужина, Альберт Узбеков, Ильнур Крымгужин, Ильган Кусаинов, Служба новостей. Напоминаем, что 18 апреля состоится благотворительный концерт в помощь нашей землячке Виктории Горват. В данной акции присоединились многие жители и организации нашего района. 11 дней осталось до благотворительного концерта «Доброе сердце». Репетиции в самом разгаре. Помочь при организации мероприятия, помимо основных организаторов, изъявили желания такие учреждения, как Дом культуры деревни Антышева, села Маркан, индивидуальный предприниматель Алсу Торт. Виктория Горвата, Альберт Узбеков, Ильнур Крымгужин, Ильган Кусаинов, Служба новостей. 11 апреля состоится концерт выпускника школы искусств Роберта Исламова, лауреата и паризера всероссийских конкурсов. Данное мероприятие мы проводим впервые. Ну и, конечно же, мама Роберта Исламова предложила сделать этот концерт благотворительным, помочь нуждающимся людям, которые на сегодня оказались в трудной жизненной ситуации. Ну, конечно же, мы все это поддержали. Концерт будет очень ярким, будут выступать коллективы как хореографического, вокального отделения. Но сама суть – это показать нашего будущего выпускника, нашу маленькую звездочку. Это Роберт Исламов, который является лауреатом всероссийских международных конкурсов. Ну, хочу сказать, что спасибо большое за то, что организаторам РДК, за то, что они дали мне возможность на благотворительный концерт. И самими участниками концерта было принято решение, что денежные средства, полученные от сольного концерта, молодого исполнителя и его коллег, будут переданы в фонд помощи Виктории. Помочь Вике может любой желающий. Для этого достаточно просто купить билеты и прийти на концерт 11 апреля в 19.00 в здании районного Дома культуры. На этом выпуск новостей подошел к концу. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»